Девушки отдыхают Белорусские мытники Обмен опытом теории и практика До судовой вытворчасти У Гомель проходить первая международная конференция следших Грыбный вернисаж У института лесу Открылась выстава грыбов А зараза об этой меньшем Больш подрабязна Сегодня белорусские мытники Означают свое профессийное свято У Гомельским областным музей военной славы С этой нагоды Прошла урочистая церемония Пронесения присяги новыми супрацовниками У першыню проставники мытных органов Почали приносить присягу на верность Белорусскому народу и державе У 2004 годе После того, как указом президента Был затвердженный ее текст С того момента, что год церемония Проходить во урочистых обставинах Сегодня присягу принесли 17 молодых Супрацовников Прымал ее начальник Гомельской мытни Феликс Яшкоу И он пожадал новобранцам Профессийных поспехов Одним из важнейших событий в жизни молодого сотрудника Является принесение присяги Это мероприятие сегодня проходит в день таможенников В день профессионального праздника Принесение присяги является служебным ритуалом Который мобилизует наших молодых сотрудников На безупречное выполнение своих должностных обязанностей А также формирует такие морально-психологические качества Как стойкость, дисциплинированность и ответственность Подведение выников службовой деянности И уручение у знахарот Святочный день протягнул урочистый сход Яму попередничала Сустреча керавництва Гомельской мытни С навученцами мытных классов Якие селята были створены У середней школы номер 19 Поколих только два Але в ближайший час Сколькость профильных классов повинна повеличиться А про таго пропрацовывается пытание Об их открытии в Мазырском районе По словах керавництва мытних Это будет садзейничать не только профессийной ориентации На ученцов Але и узмацнению совезе у молодзи с мытными органами Гомельская мытня была утворена 25 годов тому И за минулый час досягнула Значных профессийных поспехов Только селята от ее деянности У республиканский бюджет Пералича на маль на 40% Сродков больше, чем летось Сформированы коллектив профессионалов У яким кожный супрацовник Специалист высокого класса Подтверджение тому Урученные по часу рачистого схода У знагороды Нагрудные знаки за отзнаку Гоноровые грамоты Подяги Сегодня белорусские мытники Працуют уже у рамках Евразийского союза Але головные задачи Застаются неазменными Экономичная безпека краины Створение сприяльных умов Для субъекта у господарения Боротьба с контрабандой За 8 месяцев было выявлено Порядка 1800 административных дел В Гомельской таможне возбуждено Три уголовных дела В связи с незаконным перемещением Наркотических и психотротных веществ По информации Гомельской таможни Управлением Следственного комитета Возбуждено аналогичных 25 дел В связи с праздничной датой Хотелось бы поздравить коллектив Гомельской таможни Действующих сотрудников А также ветеранов таможни С Днем таможенников Пожелать им счастья, благополучия, здоровья Ну и успеха в будущем Сегодня Гомель распачала работу Международная конференция Зудделом представников Следственных комитетов И навыковых супрацовников Беларуси, России, Литвы, Польши и Италии На протягу двух дн Яны будут обмерковывать Шляхи удосконаливания Досудовой вытворчасти У криминальным процессе Наши корреспонденты Потекавилися огученными темами Гэта перша международная навыково-практичная конференция Ака организована на региональном узроуне Што однак не пауплывала на географию краяну дельниц У постоянным тесным контакте Працуть не только следшие комитеты Лей навыковые установы Яке займаються пытанями процессуальной дейности В нашей академии проходят повышение квалификации Исследователи Следственного комитета Республики Беларусь Так что у нас полное сотрудничество И полное взаимопонимание Естественно, есть небольшая разница В уголовном процессе в основном Но вопросы доказывания для следователей Они везде одинаковы Битаники плануются разъездить Под час работы конференции Течет собадай у всех сфер Дейности Следующих комитетов Применение методики захвачивания обвиноватшего имых Удел адвокатов на стадии попереднего расследования Супройдение терроризму Оценка социальной небеспеки Незаконной предпринимательской деяности Особным родком боротьба с коррупцией Среди проблемных моментов Организация обороны людей Эке поведомляют об таких фактах Для того, как выпрацывать действенный механизм Литве, на приклад, спотребилась Амаль 10 годов Они боятся сообщить о том, что Их начальство Их руководители Занимаются коррупционными сделками Будь то закупки Будь то какие-то распоряжения И так далее То есть здесь Слабое звено И незащищенное звено Как правило Является именно тот заявитель Который находится в подчинении Работодателя Среди огученных пропанов Створение международного центра Регулирования ситуации У сферы незаконного оборота Наркотиков и психотропных речев Это позволит не только Больше эффективно Змагаться с небесвечной Зъявой Но и прогнозовать Час заявления новых наркотиков У конкретных краинах Я думаю, что такой Обмен опытом Обмен мнениями По наиболее актуальным Теоретическим проблемам Касающимся Развития Уголовного процесса В стадии предварительного Расследования Будет взаимовыгодным И полезным Становчив уплыв Гомельская конференция Повинна оказать Не только надеянность Следующих комитетов Среди уже огученных Выников Удосконаливания Процессу подрихтовки Будущих юристов У вышедших Научальных установах Наприклад У Гомельским Державном университете Який разом С управлением Следующего комитета По Гомельской области И областным Объединением Союза следших Съявляется Одным из организаторов Конференции Эта конференция Также будет Очень полезна И для соединения Ученых И практиков Поэтому Проведение Этой конференции Будет способствовать Повышению Квалификации Наших преподавателей И соответственно Повышению Качества Образовательного Процесса Олексин Тюров Марина Джалы Андрей Иванов Телерадо Компания Гомель Селета На Гомельщине Побудовали Амаль 3560 Кватер Такие дадены Анализующие Выники работы Будовничьей Галины За 8 месяцев Прыводят Головное Статистичное Управление В области За гэтый Час Уведено Звыше 280 Тысяч Квадратных Метров Агульной Площи Жилья Зіх Большах 125 Тысяч Побудовали Для Громадян Які Астаяць На улику Для Поляпшэння Жильевых Умов Гэта Амаль Палова Адагульного Объему У сельских Населенных Пунктах Побудовали Амаль 50 Тысяч Квадратных Метров Абтым Як Развиваяцца Жильевая Будавництва У нашым Регіоні Якіх Выніков Атрымалася Досягнуць І у яких Накерунках Ёсць Перспективы Для Развитця Глядзіці Сюжэт У программі Навинытыдня У нядзелю 23 Верасня На телеканалі Беларусь 4 Гомель Наші Корреспондэнты Пабывалі На самых Масштабных Будавничых Пляцовках Гомелей В області Пагутарелі С керівніками Галіны І гатовы Падзяліцца Сабраным Матеріалам Першага Кастрэчніка У Беларусі Азначаецца Дзень Пажылых Людзей Камітет Папрацы Занятості Саціяльній Абароні Гомельськага Аблывы Канкама Прымеркаваў Дайго Работу Прамых Телефонных Ліні Задаць Пытанні Можна Спеціалістам Камітетав Залежнасті Ад тематакі Іх дзейнасті Нумары Телефоннаў І час Работы Прамых Ліні Вы зараз Бачыця На сваіх Экранах Так Пытанні Саціяльні Патрымкі Ветеранов Пенсіонерав Інвалідаў Іншых Катэгорий Можна Адрасаваць Намесніку Старшыні Камітэта Аляксандру Ляшэнку Пытанні Реалізація Дзержавны Палітыкі Па організація Пенсійнага Забіспячэння Насельніцтва Вядзе Намеснік Старшыні Камітэта Татьяна Кулеш Пытанні Саціяльні Патрымкі Грамадзян Пажылога Узросту І інвалідаў Можна Адрасаваць Начальніку Управлення Саціяльні Патрымкі Насельніцтва Галіні Мороз Правільнаць Праміненні Пенсійнага Заканадавства Абмеркаваць Начальнікам Управлення Пенсійнага Забіспячэння Ларысы Філіпцовай Нагомішчыні Проходзіць Тыдзень Здароўя Молаць Здароўя В образ Житцям Сёня У яго рамках Прайшоў Круглый Стол З делам Спецалістав Обласного Центра Гігіены Эпідеміології І Грамадзкага Здароўя Адак Самамедыкаў Кожны дзень Тыдня Здароўя Прысвячэнны Асобной Тэматыцы Гэта У приватнасті Профілактика Сардэчна Сасудзістых Захворванняў І ўжыванні Псіхатропных Рэччаваў Асновы Раціональнага Харчавання Сёня Асабліву Увагу Надалі Парушэнням Зроку Маладых Людзей Тема Саправду Актуальнае Утымлику Длезяцей І падлеткав Статыстыка Несуцешальнае У Беларусі Зараз Кожны трэці Непаўналетні У той цейншай Ступені Мае захворванні Зроку Недахоп сна Маларухомый Ладжыцця Вельми частая Карыстання Компьютарам І мабільными Прыладами Галуныя Прычыны Узнікнення Праблем Сзасэтим Мы проводім Такі акцій Паскольку Індивидуальна работа Тоже важна І які-то единичные Мероприятия Но лучше Проводить Какі-то такі Комплексные Акції Либо включать Разрабатывать І реализовать Целые программы Профилактические Проекты Направленные На сохранение Укрепление здоровья Молодежи Дятей И подростков А главное Чтоб Сформировать У них Ответственное Отношение К своему здоровью Правилы сбору Грибов І обавязковой Меры безпеки Про их уживанні Сьогодні У Гомеля Открылась Двухдённая Выстава Грибов Навуковые Супрацовніки Института Лесу Имкнуться Нагадаць Наведвальникам Про культуру Уживання Дароу Лесу Экспозицію Наведав Олег Синсірову Для Института Лесу Гэта традиційна Выстава Однак кожный год Интерэс Дае Неазменна Великий Сегодня в Беларусі Налечывайся Каля Полутора Тысяч Видов Грибов Але Уживаць Без хода Для здоров'я Можна Усяг Каля Тридцати Почас Сбору Помоляюцца Навод Вязковцы Які Проводзіць У Лесі Шмато Часу У Гараджан Часто Вопыт У Вогулі Минимальны Задача Выставы Допамыхчай Тремать Необходны Веды Есть Возможність Сделать Фотосъемку Для себя Сейчас Технічески Абсолютно Несложно Возле Каждого вида Есть Анотация Можна Что-то Для себя Зафиксировать Но У нас Правила Для грибников Одно Если ты не знаешь Вид грибу Лучше его не брать После Чарнобынской Катастрофы Заявілася Ешчэ Одна Обаисковая Умова Собраны У Лесі Грибы Необходно Проверить Плюс Правильно Приготовать Грибы Які Особливо Схильны Набирать Раду Нуклиды Тяжкі Металлы Ученые Рекомендуюць Варыць На протягу Годзіны За 4-разовой Заміной Вады 100 тысяча Умовно Небеспечных І небеспечных То да іх Ліпш У воглі Не падыходзіць Их збор І тем більш Ужывання Могуть Представляць Реальну Пагрозу Бледную Паганку Назуваць 100% Киллером Яна навыць Божж Ядавіта Чем Знакоміта Червоный Мухамор Пасля І ёжування Шансу Выжыць У чалавіка Практична нема Хоч ёсь У бледной Паганки Некі плюсы Зараз На основі Токсінаў Анкологіць Прабудьць Зрабіць Лікі Ад рака Работа Выставы Разлічана На 2 дні За гэта Час У институтці Лесу Плануюць Правіцць Десяткі Экскурсій Основный Контингент Научэнцэ Школ Спеціальніх Наша позиція В этом вопросе Такова Что наиболее Лучшим способом Являється Его выкручувати То есть Вы сильно Не повреждаєте Грибнице Вы извлекаєте Гриб Оттуда Полностью Здесь Есть два Побуждающих Мотива Во-первых Такі пари Как Бледная Паганка І сыроежка Зелёная Их можна Отличить По нижней части Гриба То есть У бледной Паганки Внизу Луковица На нижней части Шляпки Есть покрывало Это одна половина А вторая То, что Вы не оставляєте Там Особенно В моховом ярусе Большую часть Ножки А в этой части Ножки Поселяются Сначала Насекомые Потом бактерии Они начинают Его перерабатывать То есть Гниет И Заражение Распространяется По мицеллю дальше То есть Этого нет Тогда Когда вы его Выкручиваете Олег Сентюров Андрей Иванов Телерадио Компания Гомель Сегодня Гомельский Областный Драматичный Театр Открыл Юбилейный 80-й Театральный Сезон Якие премьеры И цикавые Творчые Проекты Тут Подрыхтовали Для Глядачоу Давядалися Наши Корреспонденты Юбилейный 80-й Театральный Сезон У Гомельским Аблдрам Театры Вырошили Открыть Премьерным Спектаклем Женихи Гэта Музычная Комедия По мотивах Однаеменная Перета Исаака Дунаевского Режиссер Постановщих Вядомый Московский Театральный Деж Андрей Градов По сюжете Муж Помирая И не Поспеваючи Его Похавать Его Женка Сама Того Не Чакаючи Знов Становится Заездрослой Невестой У якой Не Ма Отбой Джани Хоу Объеднавши Русский Водевиль З европейской Аперетой На сцене Разгортывается Яркая Веселая История С колоритными Персонажами Интригующими Сюжетными Поворотами Дальше Усе Музычные Парты Актеры Абблдрам Театра Выконываются Живую Это Музыкальная Комедия По жанру Да Но музыка Там Сборная Вот То Что нам Казалось По действию Ложиться В ситуации Развития Сюжета В ситуации Чувств Персонажей Или Взаимоотношений Их Вот ту музыку Мы брали Нам Этот Материал Он Доставил Радость Мне Ставить Артистам Играть А зрителям Надеюсь Смотреть По саблевам Урачиста Новый Театральный Сезон Распачался Для народной Артистки Беларуси Людмилы Корховой Все лета Ее семейный Творчий Дуэт С талиновитым Артистом Аблдрам Театра Александром Лауриновичем На двоих Святкуя Стогодовый Сценичный Юбилей Або два Мэтры Просвятили Служению Театральной Справе Полстагодя Корональные Адносины Артистов Взникли Аше Паджас Учобы И на протягу Усих Минулых Гадов Профессия Только Умацовывала Их Дружный Изуртованный Семейный И творчий Союз Прославляю Актеров Что были И есть Что Сжигали На сцене Себя Не напрасно Уходя В небеса Сберегли Свою Честь Зажигаясь На небе Звездой Непогасной Бог дал нам Хороший подарок По жизни Я обрел Красавицу Жену Спасибо А по профессии Мы обрели Любимую профессию Актеров Это Дорогого стоит Семья формирует Актеров Мне по жизни Это помогло Потому что Он меня понимал И поддерживал Во всем Моей профессии Да И я его тоже старалась Со свято Стартовал Новый театральный сезон И у заслуженного Артиста БССР Федора Иванова Якому Спалнился 89 годов За его Пляшим Неизлеченное Мноство Роли Самых Розных Характеров И топожов А еще Широе Признание Таллинту Глядачами Неазменным На протягу Усюй Творчей карьеры И до этого дня Застоется Саправды Непарушная Любов Дародной Гомельской Сцены Публики 69 лет С институтской Скамьи Прямо сюда И вот я С того времени Не менял Ни театра Приглашений Было очень много Вы знаете Вот я рад Что я Так и не уехал Никуда Горжусь Гомелем Это самый добрый Самый понимающий Самый театральный Зритель Про ближайшие Перспективные планы Гомельского Аблдрамтеатра Журналістам Расповіли На пресконференции Якая попередничала Открыцю Нового театрального Сезона Уже зараз Можна казать Глядачу Жакая Немало цікавых Творчих проектов Наприклад Наступная премьера Под назвой Мужчинам У ваход заборонены Запланована На 26-го Кастричника На сцене Аблдрамтеатра Разгорнуться Жанучий Вячорки На самые актуальные Темы Для представниц Прыгожей Палого Человецства Так само У Кастричнику Глядачу Жакая Спектакль Вясели у Малиновцы Музыкального театра Пятербургская Пиаретта И рыжная комедия Одной чай двойчай От московских взорок Театра и кино До того ж Зараз артисты Аблдрамтеатра Приступают до работы Над зимовой Музычной каской Калятные Бременские музыки Якая будет сопроводжаться Видовичными спецэффектами Хореографичными Нуморами И интерактивом У целом У новом юбилейном 80-м Театральном сезоне Творчая трупа Аблдрамтеатра Нацелена Соправды Уразить Издевить своих Юных Необычным Насыщенным Интересным Мы очень надеемся Что наш театральный зритель Ждет этого театрального сезона Мы вас не разочаруем Вероника Ворошилина Йогин Макеенко Александр Харламб Утель Радио Компания Угомель У Беларуси У ближайшие выходные Похолодая У пятницу И субботу Яши заховается Теплая надворья Ночная температура По ветру Складет 14-16 градусов Тепла У день будет 25-27 Похоршение надвор Чекается у неделю У ночи Макчима на вольнице У день 23-го вирусня Пройдуть дожды Слупок термометра Пустится до 12-ти градусов У ночи И до 17-ти У день По попередних прогнозах У початку наступного тыдня Буденя устойливая Холодная Ветряная надворья Гэты А так сама иншая Навины Вы можете знайсти На нашым сайте У интернете По адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен Дякую за увагу И до новых Сустречу эфиры Эфир телеканала Беларусь 4 Продолжает де-факто В студии Руслан Габрилев Здравствуйте В подмосковном Реутове Решается вопрос Об экстрадиции Мозырского живодера В Беларусь Напомним На этих выходных Российская полиция Опубликовала кадры Задержания жителя Мозыря Который издевался Над животными Процесс жестокого обращения Он записывал на камеру После чего Выкладывал видео В интернет Мужчину нашли в Реутове Он задержан Проводятся следственные действия По российским законам Ему грозит 5 лет тюрьмы Будет ли живодер Передан белорусским Правоохранителям Станет известно позже Но учитывая Что российская сторона Завела на мужчину Собственное уголовное дело Депортация может отложиться За прошедшие сутки На дорогах Гомельской области Произошло 30 ДТП В двух из них Есть пострадавшие Это пассажиры Общественного транспорта Так Гомеле Из-за неправильно выбранной дистанции Маршрутное такси Врезалось в автомобиль Который стоял в пробке В результате столкновения Пассажирка маршрутки Получила травмы Чуть иная ситуация Но с тем же результатом Произошла в областном центре Рано утром О случившемся в ГАИ Сообщили уже из больницы В которую обратился пострадавший Мужчина упал в автобусе В момент резкого торможения Как выяснилось Опасный маневр Водитель совершил вынужденно Двигавшийся перед ним автомобиль Начал поворачивать направо Без включения указателя После произошедшего Водитель автобуса Поинтересовался состоянием Пострадавшего пассажира Однако в ГАИ О случившемся Не сообщил Группа Гомельской областной Инспекции охраны Природного и растительного мира Задержала браконьера На затоне реки Сож Вблизи деревни Карповка Лоевского района Им оказался гомельчанин Ранее не привлекавшийся К ответственности За запрещенные способы рыболовства На момент задержания Он орудовал сразу Тремя сетями Общая длина которых Составила 100 метров Гражданин незаконно Добыл 71 особь рыбы Чем нанес вред Природным ресурсам В размере 230 базовых величин В конечном итоге Вместе со стоимостью Гражданину Придется возместить Около 6000 белорусских рублей По данному факту Возбуждено уголовное дело По части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь Такой обзор происшествий К этому часу Оставайтесь с нами И берегите себя Я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь4 Гомель Новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Футбольный клуб Локомотив Поднялся на пятую строчку Турнирной таблицы В первой лиге Чемпионата страны В перенесенном матче С 17-го тура Подопечный Андрей Горовцов Разгромили Чисть 5-2 В первом круге Аутсайдер первенства Был обыгран С теннисным счетом 6-0 Однако, как отметил Главком железнодорожников Проблем с мотивацией У игроков не возникло К новой встрече Футболисты подошли С полной ответственностью Со стартового свистка Локомотив Обозначил свое преимущество Команда проводила Атаку за атакой Но вновь подводила Реализация Не тем не менее На перерыв Хозяева ушли С комфортной разницей В счете 3-1 Дважды голкипера гостей Огорчил Дмитрий Свериденко Также отличился Дмитрий Вашкель Во второй половине Локомотив Не сбавил обороты И довел игру до победы Как итог 5-2 Беспроигрышная серия Составляет уже 8 матчей И команда Сумела подняться На пятую строчку В турнирной таблице Довольным Наверное Нельзя быть на 100% Все-таки Мы не можем себе Проблемы не создавать На ровном месте Опять же Первый тайм Уйма моментов И Хорошо, что закончили 3-1 В итоге Какой-то нелепый Вынос в середину И опять получаем гол И начинаем все сначала А так В принципе Ребята выполнили Все, что я от них просил Сыграли агрессивно Ну Опять же Опять же Реализация Наверное Я не устану Об этом повторять Первый из двух Запланированных поединков Юношеских сборных Белоруссии и Финляндии Ю-18 По футболу Завершился в ничью 2-2 При этом Белорусы вступали По ходу поединка 0-2 Первый гол Белорусской команды На счету форварда Гомеля Петра Сгурского Еще один представитель Зелено-белых Полузащитник Павел Трофимчук В этом поединке Провел на поле Все 90 минут Сборная Белоруссии По мини-футболу Сегодня отправилась В Иран Где примет участие В турнире Четырех наций Соперниками Отстаивать честь страны Под руководством Андрея Толмача И Александра Савинцева Будут 14 футболистов Двое из них Представляют Гомельские клубы Это галкипер БЧ Владимир Стремилов И полевой игрок Владислав Селюк Из ВРЗ На старте турнира Четырех наций 23 сентября Белорусы Сыграют с японцами На следующий день С командой Украины А 26 сентября Противостоять Белоруссии Будут хозяева Футболисты сборной Ирана Гонбалистки Гомеля Добыли третью победу В чемпионате Белоруссии Дружина Томожа Чаттера На выезде обыграла Витебчанком 37-21 Самая результативная В составе гомельской команды Наталья Котина На ее счету 8 голов Следующий поединок Гомель проведет 3 октября Дома Против Березины Сегодня состоялась Жеребьевка Первого этапа Розыгрыша Кубка Белоруссии По гандболу Женская команда Гомеля Напомню Эту стадию пропускает И вступит в борьбу За трофей Сразу с полуфинала А вот мужчинам Придется бороться За место в финале Четырех Волей жребия Соперником дружины Сергея Цыганкова Будет столичный Витязь Первый поединок Двухматчевого противостояния Пройдет в Минске 19 декабря Ответный 26 декабря В Гомеле Вторую путевку В финал четырех Оспорят Могилевский Машека И Гродненский Кронан На этом пока все С новостями спорта Вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин